Всем привет, ребят! С вами Юмилия, только посмотрела новый ролик с канала Сыендука и увидела на канале Егора, этот чувак, с которым Сыендук делает коллабы, очень упоротые коллабы, есть видос «Симулятор русского рэпа». Русский рэп сейчас супер популярен, поэтому давайте чекнем, что там за симулятор такой. Если помните, симулятор деда, это был от них. И еще другой видос, блин, как этот видос назывался, не помню, но он тоже был от них. Вы увидите стилистику, в общем, и сейчас все поймете. Поехали! Легендарная студия Game Masters и начинающий разработчик Поперечный представляют новый шедевр. У тебя нет таланта, музыкальных способностей и вкуса? Добро пожаловать в мир русского рэпа. Представляем вам хорошую игру. Большой русский рэпер. Тебе предстоит пройти весь этот спорный путь от начала... Простите, у вас рэпер. И до самого конца. Вы, случайно, не тот рэпер? Ну или такого конца. А вы, случайно, не тот рэпер? В самом начале ты никто и звать тебя никак. Поэтому придумай себе имя. Используй рандомный генератор, чтобы подобрать худшее из возможных. Конечно, кроме тех, что уже расхватали настоящие рэперы. Оформи предзаказ и получи заебавшую всех приставку Лил перед своим ником. Блин, я реально не понимаю, почему рэперы все это используют. Лил, 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 для чего? Блин, ну серьезно, зачем? Если знаете, напишите в комментах, потому что этот вопрос не дает мне покоя. Зачем использовать одну приставку, чтобы их все путали? Я до сих пор не понимаю, кто такой Лил Памп и Лил Пимп. Я не могу их вообще различить никаким образом. Кто из них умер, а кто живой. Мне миллион раз объясняли, а я не могу запомнить. Зачем делать настолько похожие имена? Для чего? Создать своего персонажа. От классического белого, который одевается как черный, до разноцветного неускульного черти что. Придумай себе легенду о тяжелом становлении, либо выбери один из шаблонов. Ребен, который торговит с наркотиками. Дитя бандитов, в которого стреляли. Бедняк, который жил на улицах. Ну или золотой ребенок, который привык жить в люксе уже с пеленок. Не конает? Смени легенду прямо в процессе игры, превратившись в англоговорящего рэпера или четкого горца на заниженной фриори золотым зубом. Ну или в реального пацана с улиц. Или в заботливого романтика семьянина. Но не переборщи с переобуванием, а то все решат, что ты спятил. Поднимайся с самых низок. Но главное, не даем понять, что ты обычный парень с нормальной судьбой, которому нечего сказать. Выберите, в котором будешь творить. Что-нибудь такое? Мне так тащит такого рэпа. Не слишком разборчиво, да? Знакомая песня. Ну минус знакомый. Ну да. Я сегодня, кстати, ликопластырь не налепила. Думаю, по-любому будете писать об этом в комментах. Просто когда я его леплю, у меня остается след потом на носу. А я хотела сегодня еще погулять с друзьями, поэтому не хочу гулять со следом. Хотя, может быть, надо было погулять с ликопластырем. Даже не знаю. Просто в такую жару он, скорее всего, у меня слетит, а след останется. Хуй, пизда. Нет, это вообще никуда не годится. Не можешь сам? Найми гострайтера. О, да. Но следи за отношениями с ним, иначе крыса проболтается, и игру придется начать с нуля. Фитуй с отстойными рэперами, пока ты ноунейм. В этом ведье нету смысла. Нам поебать друг на друга. Трек забывается быстро, но это твоя заслуга. Пошел нахуй. Сама, иди. Это самый самый бесполезный фильм. А в случае успеха чурайся их и делай вид, что это была большая ошибка. Пока. Участвуй в Версусе. Превознемогай себя. Выкладывайся, и тогда, возможно, ты станешь причиной новой бэхи-ресторатора. Если уровень твоей популярности просел, устрои двухкопеечный конфликт на ровном месте с кем-то известным. Как говорил дедушка, всегда дись вверх, парень. Используй дешевые понты из двухтысячных. Снимай клипы с кучей силиконовых телок и арендованных машин с страйкбольным оружием. Чтобы у них были огромные жопы. Это самое главное. Учить респект от других силиконовых телок и чуваков с арендованными тачками и страйкбольным оружием. Придумывай себе врагов и угрожаем в треках волынами, которых у тебя на самом деле нет. Ищи в дополнительной мини-игре провинциальных моделей, которые бесплатно согласят... провинциальных моделей. Их теперь так называют? Сделай твит, что хотят тебя в твоем клипе. Пиши о том, как ты трахаешь сучек. И, возможно, однажды ты начнешь. Не забывай понтоваться употреблением наркотиков. Ведь ты бунтарь. И законы РФ тебе не указ. Блин, все рэперы настолько шаблонные. Вот я сейчас о них думаю. И реально, они же сейчас все такие. Дай свою крю наверху одиноко. Анти-хай. Шаблон за шаблоном. Букинг машин. Придумай идеологию и принципы своему лейблу, чтобы придать их, как только на горизонте замаячат бабки. Почувствуй себя в шкуре человека, чья главная цель... Почувствуй себя в шкуре человека. Круто звучит. Лучше всех обсирать других людей в рифму. Не хочешь тратить свою жизнь на эту херь? Потрать цифровую. Большой русский рэпер уже на всех рэп-платформах страны. Блин. Это упор, это. Чувак, а ты чем вообще занимаешься, если секрет? Йоу, я тестирую новую разработку VR-симулятор Солонки. Этот отрывок был и в ролике с Индука, кстати. VR-симулятор Солонки? VR-симулятор Солонки. Он тоже с бракетами. Почти уверен. Может быть, это что-то... Как тебе наш новый релиз, скажи? Слушай, куда-то наш новый программист пропал. Йоу, блин. Я бы не видел его здесь. Понимаю тебя. Это довольно грустная история. Из-за того, что он наезжал на рэперов, его застрелили прямо на выходе из маршрутки. Йоу-моё, серьезно? Нет, конечно, я шучу. Ты чё? Его посадили за репост. Оу. Честно, это неудивительно. Потому что таких случаев сейчас становится все больше и больше, к сожалению. Если вы хотите увидеть еще один наш новый проект, давайте соберем под этим видео 250 тысяч лайков. Кстати, так как я понимаю, лайки набрались. Не поняла, чё... Почему? Какого фига? Серьезно? Людям не понравилось? Вроде так, дизлайков мало. Блин, люди, не скупитесь на лайки. Такие работы всегда нужно поддерживать. Какие 250 тысяч лайков, чувак? Мы не соберем в жизни 250 тысяч лайков. Просто хоть что-нибудь поставьте, пожалуйста. Желательно позитивное. С вами была студия Гейммастерс! Увидимся когда-нибудь, может быть. Блин, это было нереально клево, как всегда. И я посмотрю еще на канале Егора и Сындука. Может, я пропустила еще их подобные видосы. Обязательно сделаю тогда на них реакции. Потому что эта рубрика для меня, наверное, самая любимая у Сындука. И вообще, это один из самых прикольных коллабов. Как постоянно им в голову приходит настолько упор от идеи. Я этого не понимаю, но это топово. Симулятор русского рэпера. Хотели бы вы катнуть такую игру? Я, честно говоря, нет. Рэперы стали настолько шаблонными, что сейчас смотришь этот ролик и понимаешь, что большинство наших рэперов сейчас, на данный момент, они подходят под описание, они вообще подходят под весь этот ролик. Насколько же они стали все-таки такими стереотипными, что ли? Рэпер, по сути, должен показывать себя бунтарем, как и сказал Сындук. Но они настолько все стали этими типа бунтарями, что они настолько все уже не бунтари. Тот же самый Хаван все время. Там, я гангстер, я гангстер. Когда ему грозила реальная опасность, он как-то сдулся. Ну, было понятно с самого начала, что это был всего лишь образ. Не имею ничего против Хавана, у него были нормальные клипы. Ну, просто знаете, когда человек строит из себя такого важного дядьку, которого не высохли подмыхи, и такой прям ходит весь важный, и потом он сдувается, это как-то, ну, такой себе. И каждого, почти каждого рэпера можно таким сейчас назвать. Я не говорю про всех, может быть, реально есть рэперы такие прям жесткие, на самом деле. Не хочу таких людей знать, не хочу с такими людьми смазываться, потому что это реально опасные люди, с которыми, думаю, не особо приятно будет общаться. Но, блин, куда катится рэп? Я этого, честно говоря, не понимаю. С вами, как всегда, была Юмилия. Большое спасибо за просмотр. Ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые любят рэп, я просто говорю вот про таких стереотипных рэперов, которые, честно говоря, лично меня уже задолбали. Всех люблю, и всем пока!